Девушки отдыхают Девушки отдыхают Готовься, Брайан, я тебе всё покажу В этом мире никогда не было христианства А значит, не было средних веков и гонений на науку Поэтому прогресс человечества обогнал наш на тысячу лет О, у меня опять спит Приму-ка я аспирин плюс Всё прошло Боже мой, это Мэг И знаешь, что самое крутое? В этом мире она всё равно считается уродиной Увидишь Лоис, твой член в кресло-каталку придётся укласть А что случилось с искусством эпохи Возрождения? Ведь оно по библейским мотивам Я тоже об этом думал Пойдём, покажу тебе Сикстинскую капеллу Без христианства у Микеланджелы не было вдохновения Пришлось завесить фотками Джоди Фостер Может, посмотрим другие миры? Ну, я пока не пробовал Но почему бы и нет? Ябадаба Мэг, ты уродливая и нечестивая Я помянусь отцу Я буду пукать Теперь я смеюсь, потому что он пукнул Теперь я перестал смеяться Я поклоняюсь твоему пенису и приношу ему еду Мой пенис уже два часа голодает У этого мира вообще нет недостатков Всем привет! Живееееееей! Ах, да, я забыл, этот мир нарисовал Дисней Мы в мире робоципа И как вам это на 30 секунд попасть на нормальный телеканал? Пошёл на... Пока Лойс, где мой обед? Всё ещё в духовке А скоро будет? Очень скоро Спасибо Пожалуйста Мне страшно Бежим Прелесть Гадость Прелесть Гадость Простите, пожалуйста Не прыгай, Холли, плохая девочка Да нет, я не против Это даже как-то неловко О, да За мной, Холли Пойдём Этот парень псих Какого чёрта? Что ты наделал? Сэр, посадите его на поводок Иначе я вас оштрафую Нравится смена ролей, да? Ну ладно Что ты делаешь? Перестань Убери за мной! Не буду Эй ты, а ну убери Давай Убери моё дерьмо Крис, хватит себя вылизывать Поздоровайся с гостями Моя дочь Мек А это наш человек Брайан Очень приятно Блейк, поздоровайся с человеком Боже, надеюсь, в следующей вселенной все будут корейцами Мы случайным образом прыгаем из одной вселенной в другую У тебя кнопка наугад включена Ох ты, блин Вот именно У меня есть свой пульт Могу отправить вас домой Это Джо Занимается отловом бродячих людей Веди себя хорошо, а то за тобой придёт ловец людей Это ты зря, малец За это ты отправишься в приют Если человек укусит собаку, его усыпляют Тут жестокий мир Это даже из новостей понятно Собачьи новости Этот куст в парке мой Мой куст Свободный человек в новом мире Где он наконец-то сможет показать, на что он способен Боже, его сбила машина Гриффины Супермен Бэтмен и Робин Чудо-женщина Аквамен И Мэг Новый журнал «Спорт» Модели в купальниках, зацени Такие журналы мне уже неинтересны Интернет меня испортил Точно Ага Как это интернет? Ты не знаешь про порнуху в интернете? О чём? Я чувак не компьютерный Если кому нужно, берите Я заберу тебя домой Привет, ребята, это Кэти Она дизайнер Мы вместе работаем Всё абсолютно невинно Только маме не говорите К ванной свободно? Кэти, а знаешь У меня стояк Прямо сейчас Под столом Что вообще происходит? Я час назад послала тебя за ужином Что ты делаешь с этой картонкой? Я долго от тебя это скрывал Но мы с Кэти Вовсе не работаем вместе Я её Люблю Ты идиот Мой адвокат позвонит твоему Это самая тупая его выходка После бандитской разборки с кошкой Я думал, что ты уже переехала к маме Нет, Питер Я просто жду, когда всё закончится Я так и знал, что ты будешь закатывать сцены Крис отнёс её в свою комнату минут десять назад Что? Вот шлюха Она придала меня, как леди Макбит Дункана Я не очень хорошо знаю Шекспира Ты изменяла мне с этим шурдяем? Так ведь? Отвечай! Боже Зачем ты заставила меня это сделать? Решил поискать в интернете порнушку Всё хорошо? Да, да, я в порядке В порядке, в порядке Просто вышел почту проверить Ты штангу тягал? Нет Я был дураком Но я порвался, Кэти Сможешь ли ты меня простить? Китер угомонись Результат анализов отрицательный У вас нет адской чёрной сисечной смерти Рака груди? Так профаны говорят, но да О боже, неужели бабушка Еврейберг еврейка? Да, после переезда в Америку её семья сменила фамилию Раньше она была Еврейберг Дингерман Поэтому ты еврейка, Лойс И твои дети тоже Я всю жизнь была христианкой Я скажу, что надо делать абсолютно ничего В этом мире есть одна проблема Стоит людям во что-то поверить, они сходят с ума Ну, я бы выразился помягче, но всё Ламбрайен прав Салам, евреи! Вау, папа! А волосы на груди ты откуда взял? Шли в комплекте со звездой Давида Больше не зови меня Питером От меня не буду откликаться на своё еврейское имя Ну, я должен предупредить Что евреям нельзя просто взять и стать Быть евреем — это круто Вам, евреям, не понять Теперь слушайте сюда Мне нравятся шляпы и шарфы, поэтому без возражений Привет, ты красивая Спасибо Мам, а евреям разве по закону можно устраивать оргии? Надеюсь, что нет, Мэг Очень надеюсь Можно, Лоис, можно Можно У кого ещё есть вопросы? Что вы будете делать, когда вернётся Иисус и порвёт ваши задницы? Многие семьи дарят детям подарки восемь дней подряд Постойте-ка, она сказала восемь дней подряд? Ага Кажется, иудаизм начинает мне нравиться Итак, сегодня мы будем играть в футбол Зал славы Это было просто Папа Что ты творишь, Питер? Ты же роскатоликом Брось всю эту еврейскую чушь, по добру, по здорову Ну, ладно, постой Прежде чем уйдёшь, скажи, пожалуйста Питер, ты должен отправиться в систему Дагоба Питер, ты должен отправиться в систему Дагоба Спасибо Что за... Какого чёрта? Нравится тебе? Что? Нравится? Это что, обломки кровати с тюрьм? Всех ненавижу Доброе утро, Лоис Питер, ради бога Морт, прости его, пожалуйста Ничего страшного, Лоис Со мной все так здороваются Привет, Джо Привет, Морт В этой семье верят в пасхального кролика Он умер за наши грехи, разбившись на вертолёте Может, начнём есть? Я ещё не закончил молитву Калима 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 Хам-нам, живай Хам-нам, живай Ты что, пил? Как вылез из машины, капли Привет, кто ты меня звал? Ух ты, Иисус Ну всё, Лоис, ты труп Иисус тебя убьёт И я закопаю тебя рядом с Кэти Айленд То есть... То есть, какая прекрасная погода Слушай, Питер, тебе будет интересно узнать, что я еврей Что? Ты исповедуешь евреизм? Главное, это относиться к людям так, как вы хотите, чтобы относились к вам Но, Иисус, какую же религию нам исповедовать? Да один чёрт, вся не чепуха Спасибо Ты в туалет? Да, что? Просто спросил, пока ты здесь Хочу спросить, у меня на локте ничего нет? Я первый-первый Я забронировала место, верно? Корнелиус Вы бронировали место, сэр? Да, я вам на днях звонил А ну, вас к чёрту Пойду во второй туалет Доброе утро Лоис, с каких это пор у нас живёт слон? Это студент по обмену Надеюсь, моему сыну у вас семья интереснее Браконьеры! Величайшее открытие с тех пор, как толстые женщины обнаружили диетическую колу Теперь могу жрать, сколько влезет Смотрел все ваши фильмы тысячу раз Ты смотрел, отвали? И моя мачеха, инопланетянка Почти все Вот бы позвать вас сегодня на ужин Моя жена отвратительно готовит, но хочет на вас посмотреть Это куда лучше, чем та викторианская девчонка-привидение Моя гувернантка утопила меня в колодце Ты ужасный собеседник Надо же, с нами ужинают два из трёх охотников за привидениями Я там вообще не снимался Смотри, Брайан, я сделал краба Себастьяна голубым Вот он, настоящий плевок в лицо обществу Что-то он мне не нравится, надо было сделать его красным Привет, ребята Можете сказать, Мэг, что у меня есть девушка Добро пожаловать в ПУК, подземный универсальный комплекс лаборатории Тогда должно быть ПУКЛ Фильм шпиона, как мы, так понравился Рональду Рейгану Что он ещё с 80-х назначил нас почётными шпионами Видите ли, агент сам не знает, что запрограммирован Единственный способ его обнаружить, это произнести фразу Надо же, итальянская семья за соседним столиком ведёт себя так тихо Они узнали про меня, должен вернуться в столицу Это он! Это он! Да что ты строгий, как гиперуклоунов Я в колледже играл в КВН в трёх командах Добро пожаловать в Россию на родину стрёмных бабушек Ого, это и есть русские? Конечно, когда думаешь о России, представляешь себе медведей на велосипедах Но чтобы все поголовно... Медведи на велосипедах, все И главное, ничем себя не выдать Эй, они не медведи на велосипедах! Хотите увидеть русскую комедийную вставку? Да, конечно Какой дурак придумал бутерброд с триггопразом для Мексабски? Они хулиганы! Они бездельники! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Что за чёрт? Где я? Я что, съел орбит морозную свежесть? Вы в России, и вы только что запустили в США ядерную ракету Неудачный сегодня день Назовите место! Твоя задница! Да ладно вам! Что-нибудь посерьёзнее? Задница твоей мамы Аптека Голдмана на углу Маппл-стрит Скажи, когда работаем? С восьми утра, да? Так, аптеку я услышал Кто бы мог подумать, что будет столько проблем из-за простой фразы «Надо же, итальянская семья за соседним столиком ведёт себя так тихо» Агент 2476 Найт и ждёт, пока мы скажем, что сделать с нашей стороны Пожалуйста, подождите, пока мы вам позвоним Заткнись, 2476 Делай марш! У меня хорошее предчувствие, я на энергетиках Все остальные! Ой! Я думал, они за нами гонятся Патрик Суэзи в фильме «Дом у дороги» Эти пьяные мужланы-дальнобойщики ко мне пристают Не бывает такому, покуда джинсы прижимают мою мошонку к животу «Дом у дороги» Это было круто А какая мораль? Питер, единственная мораль в этом фильме, что любые проблемы можно решить, пробив с ноги Боже, Брэйн, ты прав Вон с моего самолёта Это вообще-то из другого... Какого чёрта? В моём баре я такого не потерплю Это не бар Сэр, нужен ещё доллар двадцать пять Да неужели? Сдачи не надо Дом у дороги Давай немного пошалим Дом у дороги Питер, ради бога Если уж бьёшь, то целься хотя бы в грудь О, да По-моему, не стоит держать руль ногами Дом у дороги Ты должен прекратить пинаться Да что ты У моих зловещих, потусторонних призрачных приятелей другое мнение К сожалению, она полчаса назад уже ушла на ужин с другим парнем Что? Но у нас же свидание Да, такой уж у неё характер Вы не очень-то прилично себя ведёте с моими девушками, особенно Питер Э, а ты не та цыпочка с туалетной двери? Не надо, она не любит говорить о работе Как она там? Слышала когда-нибудь про такой маленький независимый фильм «Крепкий орешек»? Ого, ты там снимался? Конечно Подержи-ка Хочешь мятный леденец? Мятный леденец Я импровизировал А я и не знала, что встречаюсь с известным актёром Пойдём наверх Я только за Давай, Шая, не стесняйся А вы, Рита, помните свой первый десерт? Боже, нет, это было так давно Лет это к сорок Питер Кареты тогда ещё ходили? Пятьдесят лет назад, угадал? О, боже Питер Сколько тебе лет? Сколько лет? Пятьдесят, слышали? Мне пятьдесят, теперь довольны? В нашем обществе просто сдвиг какой-то Всем плевать, если мужчина старше Но, боже, упаси наоборот Ты выйдешь за меня Что ты сказал? Да ладно, тебе всего пятьдесят Ты не глухая, выходи за меня О, Брайан Да Привет, мам Привет, Брайан, мы наверх Рита, присоединишься? Нет, спасибо Мы теперь помолвлены Вся семья тебя поддержит Кроме меня Лучше бы ты женился на... 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 На японке какой-нибудь Я за тебя, приятель Через двадцать лет ей будет семьдесят, а ты будешь пятнадцать лет, как мёртв Благослови вас Бог Где у тебя зубная паста? Ты ищешь зубной порошок? Пасту, да Да, возьми соду Соду? Присунь мне Что? Что такое? Ничего Когда я на спине, у меня иногда грудь в подмышке съезжает Нечаянно прищемила Это была грудь? Боже, нет Я, кажется, сломала бедро Те, кого мы любим, могут нас разочаровать Помнишь, вот выпуск Плейбоя? Вот и он Чемпионки Олимпиады в Плейбоя Ого, какие широкие плечи Ладно, маленькая грудь, наверное, помогает плавать Но это, это, это же яйца А знаешь, я книгу написал Что это? Что-то вроде толстого журнала Что? Как интернет, только из древесины О, шиза Перепихнёмся в туалете? Когда я пытаюсь учиться, из чулана вылезает злая мартышка и пугает меня Хватит рассказывать про злую мартышку Она не настоящая Далее в программе Ханна Монтана Ура! А для поклонников сообщаем, что Майли Сайрус всего на три вечера приезжает с гастролями в Куа-Хок Звоните и заказывайте билеты Боже мой, боже мой, боже мой Но уже поздно, всё распродали Что? Нет, 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 всё равно позвоню Мне срочно нужны билеты на Ханну Монтану, неважно, кто звонит Можете достать? Сначала, наверное, надо номер набрать Боже мой, ты, ты плачешь? Да, Ханна Монтана моя героиня Потренируемся опять целоваться? Я занят Прошлой ночью я поставил камеру, чтобы доказать маме с папой, что мартышка настоящая Ничего не записалось Ладно, будем по-плохому Смотрите, злая мартышка, теперь вы мне верите? Ёлки-палки Она настоящая, боже мой, я думала, такая только у меня есть После развода я впал в глубокую депрессию и меня уволили с работы Без денег я скоро лишился дома И вот я переехал к Крису в Чулан до тех пор, пока не оправлюсь И я живу там уже 9 лет Он же прячется не у вас в Чулане, корче страшная рожа У меня такое лицо, когда я думаю Ты тычешь в меня пальцем Я пытаюсь завязать разговор И еще ты зловеще трясешься В организме меди не хватает Главное не нервничать, сделаем вид, что мы свои Господи, Майли, я люблю тебя, люблю Я твой самый признанный фанат, можно потрогать твои волосы? У него в голове опухоль размером с мяч для регби Кажется, вижу Но в таком случае мне неудобно будет вас прогнать Я очень рад, что вы так замечательно ладите со злобной тварью, которая уже много лет меня мучает И я скормил ей целый пакет сэндвичей и сабвея Через пару часов мы будем сидеть и бросаться друг в друга какашками Можешь к нам присоединиться Или уйти Я просто рассказываю, что будет Над пропастью воржи хорошая книга Она про Роши пропасть Мне за сочинение поставили пять Это ты сделал? Я много лет слушал, как ты разговариваешь во сне Записал твои мысли, вот и все Спасибо, злая Спасибо, Мартын Я бы тебя обнял, но если встану, то обделаюсь Хорошо быть с друзьями Хотя, конечно, лучше быть лучшими друзьями Будем вместе навсегда О, как хорошо быть друзьями Лучшими друзьями Ездили на отцовские шашлыки? Из отцов готовят шашлыки? Почему ты поехал с Мартышкой? Ну, ты же меня никуда не берешь Что? Слушай, Питер, я не... Мэк, не лезь! Черт, забыл на Мартышкиных шашлыках телефон Разве шашлыки были не отцовские? Да, но мы ездили в Мартышкино Что? Засунь голову между бревнами и выиграй бесплатную шляпу Какой тупой розыгрыш Давай, жирный И кто смеется последним? Шляпа-то у меня Боже мой! Она андроид! Ее создали в Диснейленде Это идеальный робот-кумир Может, она и еще кое-что умеет Если ее, скажем, перепрограммировать Ты извращенец, ей шестнадцать Мне восемь Вот так все в порядке Мэйли, крушись! Ты злишься, но неужели ты ненавидишь отца? Нет Я просто думаю, он козел Бывает иногда Питер, а ты действительно ненавидишь сына? Нет Но иногда он ведет себя как жирный уродец Это Мэйли Сайрус, она разрушает наш город Прошу вас, прекратите Я не только про это, я про все Ваш сериал, песни Это ведь ужас! Давай, Брайан, это твой шанс Но все, поздно Но вот с нами Еще нет Куда же ты пойдешь? Туда, где нужна моя помощь Папа, у меня в чулане злая мартышка! Сынок, мне пофиг Глубоко пофиг Чего только не найдешь во время уборки Питер, ты закончил? Смотри, что я нашел Потрясающе А теперь извини, я пошел рисовать в небе Шер, уходи на пенсию Я тут смотрел фильм «Белый шум» Там говорили, что через помехи на радио можно говорить с мертвыми Идиот, привидений не бывает Хотя, погоди, а вдруг бывает? Алло, привидения? Прием, прием Брайан, ты ведешь меня в детский магазин? Хочу одеться как мелкий придурок Я хочу вернуть тебе радио Эй-эй-эй, притормози-ка, деньги не возвращаю Да, но ты подсунул мне полный Агамемнон Что? Просто слово понравилось Давно хотел использовать Тот, кто купил младенца, тоже его вернул Младенца? Я не торговал детьми Это твой ребенок Предохраняться надо было козел Вдруг он все-таки не твой? Ого Эй Эй Как дела? В морозилке котлеты есть Туалет по коридору и направо Если придешь домой и на двери будет галстук, значит я с кем-то кувыркаюсь Придется тебе подождать Пару часов Куришь? Назвал ее Анна Ли Но иногда буду звать Анна Ли Смешно Познакомься, чмо Брайан Привет, Брайан Ты хотел, чтобы я че разрулил? Господи Ага, я тоже так подумал Дело в том, что мне было лениво И клона сделал чмой Стюит Привет, Стюит Как тебе клон? Йода, у тебя есть ребенок? Да, долго рассказывать Эта зараза мне уже две недели спать не дает Так на чем мы остановились? Ты не думал про аборт? Питер, для этого уже поздновато Да не бойся, газеты врут Сейчас это легально Нельзя сделать аборт, когда уже есть ребенок Тебе мозги промыли Она ведь попадет в хорошую семью Конечно Вы же не отдадите ее песчаным людям Это которые из звездных вы? Ты вымыл машину, как я просил Нет, но я долбанул по ней камнем Ясно, спасибо Несносные мальчишки Придется дать вам побольше домашнего задания Черт, Дроби, это так сложно Что у тебя в четвертом номере? Она говорила не подсказывать Пытаемся найти друга на местах Левлинда Уже три дня смотрим кандидатов Зачем вам кто-то со стороны? Возьмите меня Вряд ли что-то получится, Брайан Тут же Куагмир А что Куагмир? Он же тебя ненавидит Куагмир меня? Ненавидит Погуляем еще в одном баре, а? Не могу У меня в подвале связанная девушка Надо ее покормить Смешно, вижу ты остряк Да уж Люблю пошутить Если у тебя есть время, давай познакомлю с женой У меня на все есть время, дурень Часы мне времени указывают Я ему указываю Познакомься с нашим новым другом Джером? Это скушка Луиса Питер, Джером раньше был моим парнем Что? Простите, я заснул На что грабят? Я говорила, Питер Даже точно помню, когда Я спала с черным Что у тебя на шее? Ну надо же Маленький черный Иисус Черный Иисус Я въехал в город на Слицы Это была твоя мама Черный Иисус Неужели ты ревнуешь? Мы с Джеромом встречались полметра назад Я сказала полметра Я же просил Пойду закажу себе дешевого коньяка и налью в пижонский стакан До нашей свадьбы Слойс, наш новый друг, присовывал ей батон Ну и что, Питер? Это же было 20 лет назад Что это? Не знаю, оно крутится Ну Видимо, придется подождать Господи, мама задыхается Отойдите, я медбрат Вдыхательные пути перекрыла Ну же, давай Так, гравитация должна помочь Надежда мешает дышать И мне тоже Ты спас мне жизнь Я буду то же, что она Так, я готов к кушену Джером, ты же не хочешь жить в одном доме с призраком, который носит факел? Огненный призрак Боишься? Почистил бы историю Я вижу, ты гуглил сам себя, Зазнайка Это был не я Может, Лоис заходила Она очень интересуется моей жизнью и... А ну-ка, сейчас же выходи Бонни гораздо лучше тебя А у Джо есть компьютерные игры Мне до смерти надоело, что ты постоянно разводишь бардак Нет, нет, вон, пёсик Что? Вон, афуэра Я здесь живу Нет, нет, афуэра Ладно, слушайте, мне надо... Да, вы не могли бы позвать Брайана? Нет, нет Пёсик, афуэра Ты новая горничная, да? У меня из карманных денег пропало тысяча долларов Я взять Что? Что, ты их взяла? Да Ну так отдай Попробуй отбери Я убил себе подобного Что бы ты почувствовал, если бы убил ребёнка? Я уже семерых порешил Я насмерть сбил собаку Ну, ты же не убил человека Животные постоянно убивают других животных Крошка, это была фантастическая ночь Эй, где ты? Добро пожаловать в ряды больных кошачьим спидом Тебе пора домой Слишком много дождь Я здесь Дождь всю ночь будет идти Я спать здесь Что-то я сомневаюсь Я спать здесь Уделись одеялом? Нет, нет Жир тебя согреет Не могу поверить, что в обществе Жизнь собаки ценится меньше человеческой Это возмутительно Да, возмутительно Попробуй полаять на дерево А потом часок пожевать свои шары Да, в этом-то и проблема Обычно я так и поступаю Но сейчас это не выход Вперёд, собрат Ступай и будь счастлив Моя шея Может, поэтому его и привязали? Здравствуйте, мистер Питер Сегодня школа нет Я приводить племянника Микки Хотите купить йо-йо? Ну Наверное Мы попросим вас уйти Нет Я остаться Я убирать Да нет же, ты уволена Нет Я остаться Вот 40 долларов Если сейчас же уйдёшь Нет Я остаться В лабораториях косметологов Что ж, помада от пуль не защищает Синько-синько-синько-синько-синько-синько-синько-синько-синько-синько-синько-синько-синько-синько-синько-синько-синько-синько-синько-синько-синько-синько-синько-синько-синько-синько-синько-синько-синько-синько-синько-синько-синько-синько-синько-синько-синько-синько-синько-синько-синько-синько-синько-синько-с Вау, ух ты, какая красота. Кто бы мог подумать, что море действительно такое. Прямо как аквариум у нас в детском садике. Вы не знаете, что такое мальчишник? Нет. Когда вы женились, у вас разве не было вечеринки с друзьями? С кем? А что мне делать? Ничего, сидеть и наслаждаться. А деньги? Надо прямо внутрь пихать? Нет, не надо. А что, ты проверял? Нет, ценят. А когда её бить? Да ёлки, выпей. А ты станцуй этому козлу так, чтобы на всю жизнь запомнил. Как здорово. Давай. Боже мой, доктор Дом. Мой отец поправится? Он в коме, миссис Гриффин. И у вас такой голос, что я бы сказал, что ему повезло. Доктор Дом, если хотите спасти пациента, возьмите это. Сборник правил. О, чёрт. Уберите это прочь. У меня нестандартные методы, мистер Гриффин. Но думаю, я смогу помочь. Что вы делаете? Свою работу. Некоторые симулируют кому. Но не он. Доктор Дом. Дом у дороги. И это тоже. А вдруг он проведёт в коме лет 20? Очнётся, а вы уже умерли. А я жив, и я знаменитый гонщик. Он приходит на мою гонку, и я от удивления врезаюсь куда-нибудь и впадаю в кому на 20 лет. Потом просыпаюсь, а гонщик уже он. Здравствуйте. Если вы это смотрите, значит, после оргазма верёвку не перерезали, и я мёрт. Не то. Если вы это смотрите, значит, Делориан не удалось разогнать с помощью поезда, и я застрял в 1885-м. Это будет долго. Съели акулы во время купания. Зарезали в туалете магазины игрушек. Оставили в прихожей скейт 40-го года. Чихал я на сборник правил. Верно, доктор Дом? Нашёл кого спросить. Меня начальство за психа держит. Испугались, да, доктор Дом? Дом. А я возглавлю компанию. Ты совсем не разбираешься в крупном бизнесе. Такое напутствие хуже, чем немецкая сказка на ночь. Жил-был мальчик, который таскал пальцы в рот. Мама говорила прекратить, но он не слушал. Она отрезала ему пальцы, теперь у него нет пальцев. Спокойной ночи. Давайте поболтаем о бизнесе. Мне нужны идеи. Как можно сделать этот квартал более квартальным? Я кину вам мяч. Кто его поймает, говорит первую идею, которая придёт в голову и передаёт дальше. Следующий говорит идею и так далее. Начали. Абрамс, что у тебя? Кажется, коллапс лёгкого. Господа, вы все уволены. Что? Наконец-то я привлёк ваше внимание, а теперь вы уволены. Ты с ума сошёл? Не замолчишь, тебя тоже уволю. Как ты справишься без них? Всё, Лоис, ты уволена, Крис. Теперь ты мама Мэг. Биллидер, ты такой мускулистый. Я тебя потом так жёстко натяну. Это продукт, который мы выпустим в следующем году. Афроамериканский датчик сердцебиения. Походу помер. И крик в коробочке. Весь день этого не хватало. Что с тобой стало, чувак? Я вырос, вот что стало. Папа, где же вольный парень Куагмир, который натягивал по десять цыпочек за раз? Я до сих пор так делаю? Ну ладно. Дай денег. Пошёл вон, чёртов хиппи. Да ладно, ладно. Оклемался. У тебя был инфаркт, папа. Но теперь всё хорошо. Да, ништяк. Это что такое? Афроамериканский кардиомонитор. Продукции твоей компании. Что? Как ты могла дать мою компанию в руки твоему мужу-идиоту? Он уволил весь персонал. От его дурацких идей одни убытки. А теперь он ещё и уходить не хочет. Мы нашли на самолёте пирожки с травкой. Питер, кролика видишь? Нет. А я да. У тебя нет лицензии. Ты не имеешь права здесь сидеть. Что, правда? Мы что-нибудь придумаем. Что-то не нравится мне этот смех. Мне сразу твой смех не понравился. Приказываю тебе сделать комплимент этому пижону-азиату. Хорошо выглядите. А ещё? А мой туфель? Тоже хороший. Хороший человек. Я поглажу тебя по голове и покормлюсь рук. Чтобы победить идиота, нужно думать по-идиотски. Посмотрим. Какая у Питера слабость? Болотные твари. Болотные твари? Конечно! Тварь выросла и нападает на крупных бизнесменов. Но я же крупный бизнесмен. Кой, блин. Болотные твари! Скорее, Питер, подпиши документ, что возвращаешь компанию отцу, и тебя не съедят. Ничего не понимаю. Но пойди тут пойми, когда кругом бродят твари. Сработало, папа. Ко мне вернулся муж, а к тебе компания. Простилось, я опоздал. Так мы начинаем это дело с тварью. Болотная тварь. А теперь посмотрим-ка, кто ты такой. Доктор Дом? Далее смотрите художественный фильм Лоуренс Аравийский в оригинальном ультраширокоэкранном формате. Я ничего не вижу. А что это за красивая девушка на верблюде? Это Питер Ату. Мы уже выбрали семью, в которой три дочери, у вас три сына, так что вы приняты. Но я не... Заткнись, Грек. Представляем вам команду Кэл Лаганов, они готовы к борьбе. И команду Гриффинов. Это должно быть ваша очаровательная жена. Я столько лет этого ждала. Что у вас есть в ванной? Бритва и записка. Ботовые предметы 58. Мы вылетели? Вы же сказали, что если я с вами пересплю... Что бы вы хотели получить в подарок? Продукты. Косметику. Узи. Дохлую белку. На чем вы сидите? На стуле. На моих какашках. Назовите что-нибудь сладкое. Торт. Клей. Что у вас в шкафу? Туфли. Страшные монстры. Ваш любимый праздник? Рождество. 11 сентября. Что обычно жарят? Мясо. Черных. Убери руки, я служил в воображаемой армии. А я-то вообще кто? Оба-на. Да, у них действительно будет сюжет про амнезию. Это навсегда? Ну, тут наверняка не скажешь. Память может вернуться через пару дней, через неделю, через год или никогда. Или через неделю. Папа, я Крис, твой сын. Я тебя никогда не видел. Ух ты, значит я невидимка. Эй, народ, я невидимка. Ничего подобного, какой красавчик. Кажется, я ей нравлюсь. Ну, разумеется, она твоя жена. Как она тебе? Я не знаю. А вы слышали обалденную новую песню? Нет. Вот вилка, а вот нож. Это не нож. Вот что такое нож. Ну, это тоже нож. Ну, тогда я пойду. Я хочу еще на него посмотреть, а потом больше не видеть. Никогда. Хочешь научиться водить, сперва надо потренироваться. Вот тебе. Поиграй 8 часов в GTA, а потом еще раз попробуем. 8 часов спустя. Обычно мы собираемся, ты угощаешь нас выпивкой, рассказываешь, как выглядит соски у Лоис. Но сначала ты обычно идешь туда и задираешь майку официантки. Она орала, пришлось врезать. Питер, тебе не обязательно подглядывать, ты мой муж. У меня в штанах что-то происходит. На этот раз впереди. Цензура запрещает нам показывать в эфире половой акт. Поэтому постельную сцену Питера и Лоис вам покажет Дуэйн Джонсон. Доброе утро, незнакомые, милые люди, которые ничего для меня не значат. Надеюсь, ко мне это не относится, особенно после прошлой ночи. Если заниматься с вами сексом так же приятно, как с ней, то мы отлично поладим. Ура! Что? Подвинься, я сегодня с Тиффани. Что? Это еще кто такая? Женщина, с которой я сегодня пересплю. Да, и можешь не предохраняться, я и так беременна. Прости, но я не помню, чтобы на ком-то женился. С чего бы это мне на всю жизнь отказываться от секса с остальными? Потому что мы любим друг друга. Ну, так мне интересно. Что тут происходит? Ну, я же холостяк, вот и пригласил к себе народ. Теперь жду, пока они уйдут. Холостяки ведь этим и занимаются. Не хочу звать тебя на свидание, потому что ты откажешь. Пойдем на свидание, нет? Ну ладно. Тебе вернулось память? Ага, вчера, по пути из магазина. Привет, Питер. Слушай, дружище, я тебя не знаю и знать не хочу. Займись лучше своими сорняками. Это мой свежий газон! О, мэн. Ко мне вернулась память. Теперь я вспомнил, что ты мне не нравишься. Если Питер так и не вернется, я хотя бы буду знать, что я в руках друга, которому доверяю. Ты? Ты мне доверяешь? Ой, надеюсь, ты поймешь, что я просто был не в себе. Я не просто потерял память, я сошел с ума. Разряд! Черт! В прямом эфире репортаж пьяного Билли с вертолета Пятого канала. В память о нем мы демонстрируем вам нарезку его работ. Крис, пора ужинать. Тихо, 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 тихо. Все, я готов к карадеу. Знаешь, чем я занимаюсь на ранчо? Я бык-производитель. Что это значит? Сейчас узнаешь. Куда пошел, толстычок? Сейчас повеселимся. Я пишу статью про подростков. Слежу за Мэг, чтобы узнать, как она проводит свой день. Мэг встречается с заключенным. Смотри, сын Консуэллы тоже сидит. Скоро увидимся, Родриго. Си, мама. Твоя мама права. Надо осторожнее выбирать, с кем заводишь отношения. Алло. Я хочу кого-нибудь покрыть живо сюда. Не могу, я с семьей. Как же давно я этого ждал. И так приятно для разнообразия оказаться спереди. Да, вот теперь я поняла. Это шутка. Как скажешь. Брайан, позвони на мой Микки Маусовский телефон. Погоди, почему на этом парне тюремный робо? Думай, Питер. Думай. Погодите. Вот оно. Питер получает сполна, записавшись на Родео. Ещё бы. А Мэг встречается с беглым заключённым. Во-первых, когда я к тебе вчера заходил, я забыл сказать, как мне понравилась ваша с Бонни перестановка мебели в гостиной. А во-вторых, в воде наружу по улице несётся беглый Зэк. Если хотите его забрать, вам придётся и меня посадить. Знаю, как раз собирался. Вы арестованы за укрывательство беглого заключённого. После такого долгого срока она наверняка малость подавлена, а увидев нас, растрогается. Я дома. А вы теперь мои шестёрки. Ладно. Первый вопрос. Кто в этом доме самый крутой? Ну, хвастаться нехорошо, но полагаю, что ваш покорный... Теперь я главный козёл. А кто самый весёлый? Я тот ещё балагур. Ради бога, папа, будь скромнее! Она мне больше нравилась, когда была предсказуемой, как фотографии на корпоративных сайтах. Я женщина в белом халате и очках, разглядывающей пробирку, которую держу перед лицом. Я латиноамериканец в каске, но на мне галстук, чтобы вы знали, что я управляющий. Зачем тебе эта мочалка? А ты не бойся. Ты же сказала не бояться. Я должен был сразу заподозрить. Неладная! Что это за новенький парень? О, боже, это Мэг Гриффин. Она вошла из тюрьмы. Мэг, за что тебя посадили? За уродство? Ты теперь грабишь банки с газировкой? Разве не видите, такая уж карательная система. Мелких нарушителей превращают в преступников. Взгляните на Мэг, они взяли невинную девочку и превратились в психованную социопатку. А куда ты поедешь? Не знаю, лишь бы подальше. Может, в Китай. Говорят, там сейчас проводят наскар. Как можно построить корешки к измороженному снотворной киянке? Это для редкой африканской птицы под названием не твое дело. Гони бабки! Держи, возьми пожертвования для детей с лейкемией. Я все равно им ничего не отдаю. Прочитай третий абзац. Здесь шабни библиотека. Но перед лицом всех подростковых неурядиц она смотрит на мир глазами полными надежды. Такой стойкости можно позавидовать. И в этом смысле Мэг Гриффин необычная американская девочка. Ты действительно так думаешь? Ну, конечно. Что ж, главное, меня не ограбили. Чем я могу помочь четырем почтенным черным джентльменам? Наверное, там было ужасно. Не так уж плохо. Я встретила Уэсли Снайпса. Да ну! Да, он был заключенным номер 57. Что? Заключенный 57. Ну, знаете, у него был фильм «Пассажир 57». Ах. Стой. Мы умрём. Ну, не плачь. Наверное, да. Мы всё ещё верим, что найдём этих детей. Призываем всех не терять надежду. Так, народ, теперь официально ищем трупы. На Дискавери рассказывали, что экстрасенсы действительно находят людей. Правда? А я по Дискавери видел, как толстая женщина села на свою собаку. Собака оказалась внутри. Ваши пропавшие дети вернутся. Ага, спасибо. А можно тоже один вопрос? Да. Большое спасибо. Слава богу, что подвернулся экстрасенс. О чём ты? Она же ничего не сделала. Она сказала, что мы их найдём. Так и вышло. Надо к ней сходить. Вдруг ещё что скажут? У тебя смешная голова. Мне кажется, у неё был кролик, но кончился. Мам, зачем мне мыться вместе со Стюей? Потому что Мэг и Стэль сказали, что кому-то из нашей семьи грозит опасность утонуть. И я должна что-то сделать, поэтому теперь все будут мыться парами. Я экстрасенс. Моё первое предсказание. Я либо взлечу, либо испорчу этой семейки пикник. Эй! Ты нам весь пикник испортил! Экстрасенс. Ты погибнешь в авиокатастрофе, и в следующей жизни будешь презервативом. Отлично! Нет, нет, не отлично! Эй, ты чего это творишь? Сажусь. Таня, пододвинь мне стул. О, господи! Прости, мне стыдно. Так-то лучше. Ты весь вечер будешь так грубо себя вести. Ты про меня ещё ничего не спросил. Теперь встал, подосвал и сделал мне массаж в плеть. Боже мой, все ведутся на этот бред. Я чувствую присутствие чёрного. Здесь есть чёрный? Да! Я чёрный! Питер, немедленно прекрати. Заткнись, Лайс, не мешай мне экстрасенсировать. Только что похитили человека и похоронили заживо, привязав ему к груди бомбу. Ты шарлатан. Неправда. Знаешь, кто шарлатан? Мистер Спок. Сейчас объявят выигрышные номера межгалактической лотереи. Да, так его! Ура! Соси, 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 сосите все! Живите долго и сосите! Тебе рано уходить. Мне нужно, чтобы кто-нибудь приготовил пломбир. Зыву в дом. Если ты не собираешься этот пломбир достать из пупка, я бы на твоём месте на кухню. Как бы у меня копыта затекли. Знаешь, если хочешь, чтобы тебя пустили в этот храм, придётся постараться. Ну всё, с меня хватит. Жаль, что у нас с ней ничего не вышло. Она бы своей железной рукой твою мошонку в алмаз спрессовала. Мне легче кого-то искать, если мне дадут какую-то его вещь. У него есть жена? Ну, да. 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 Да, всё очень смутно. У него есть дочь? Вижу. А дочери постройнее и покрасивее, нет? Да, я не медиум. У тебя седой волос. Что? Четыре сантиметра слева от пробора. Господи, и правда? Знаешь, я не сержусь, что ты стареешь, но нельзя же тыкать этим мне в лицо. Весёлая ферма. Неужели ты до сих пор смотришь такое убожество? Чёрный, как это вообще можно смотреть? Парень мяг. Но с ним... С ним всё в порядке. Мама, где мой... Квагмир, иди сюда, ты должен это видеть. Похоже, он совершенно нормален. Ух ты, а это заводец. Я хочу на весёлую ферму. Но ты же слышал, берут только девочек. Наша следующая юная актриса – Карина Смирнова. Всем привет. Ты, наверное, подумаешь, что я ужасный человек, но меня влечёт к другому мужчине. Это парень Мэг, Энтони. Может быть, я потом покажу вам местные достопримечательности. Одна из них под этим столом. Какой вы грубиян! Вам повезло, я люблю грубиянов. Карина Смирнова. Смирнова. Брэнт, Брэнт! Это я, Стюи. Я тебя припью. Зачем ты так нарядился? Потому что я снимаюсь в весёлой ферме. Помнишь, им были нужны только девочки? О, господи. Можно не шуметь на площадке, я тут репетирую. Кишина в студии. Рэндалл просто входит в роль. Он играет козлу? Пойдём в хлев, познакомимся со зверушками. Да! Мэри, спорим, я первый добегу. Это попахивает шовинизмом. Надо заехать за дедушкой в аэропорт. Он вечно меня пугает, когда я за рулём. Так, теперь я. Ты куда под кирпич? Ух ты, вот это круто. Ко мне ещё никогда мамаши не приставали. Можно вас поцеловать? Сначала один вопрос. Тебя не беспокоит моя седина? Какая седина? Поцелуй меня. Мам, я забыла ключи, ты не знаешь где? Изнасилование? Детка, пойдём на тихий час. Ладно, Рэндалл. Этот парень ей не подходит. Видишь, как он с ней обращается. Тебе-то что? Просто, похоже, я влюбился. А я ворчу, так что валите! Повежливее, угрюмая, зелёная мусорная тварь. А то я позову Берни и Гирд, и они набьют тебе морду. Какие-то проблемы. Да, кого тут проучить? Лойс, ты самая красивая женщина, которую я когда-либо встречал. Ну? А почему же ты тогда говорил такие ужасные вещи? Потому что я сам старый, толстый урод и неудачник. Я решил, что если тебя осадить, ты не заметишь, что я тебя недостоин, и не сбежишь искать другого парня. Карина, что ты? Я не... Я не лесбиянка? Да я тоже нет! Вот если бы ты была мальчиком... Но... Я и есть мальчик. Сегодня я расскажу вам про букву Т. И я мальчик! По совместительству трансвестит. Вот вам и слово на букву Т. Хочешь мороженого? Почему бы и нет? Мне больше не надо влезать в платье. А можно его одолжить? Что? Да нет, шучу. Том Такер! Том! Новости не смешные! Они не должны быть. Том, с кем вы здесь обедали? Это парень? Вы гей? Кое-кто говорит, что вы гей. Например, я. Слухи, которые я придумываю, это правда? Не говорите со мной, если вы гей. Оля Вильямс, почему вы так похожи на Уилла Смита? Уилл. Вам нравится быть мордой на планетянам? Эдди Мёрфи, что за история со шлюхой-трансвеститом? Берни Мак, почему вы умерли? Опра, почему вы такая толстая? Дон Шиддл! Ты без очков. Да, они разбились. Я в линзах. Я вижу твои глаза и твои ресницы. Они прекрасны. Нет, я уронила карандаш. Ничего, я подниму. Да, это будет шикарно. Извини. Анжела схватила меня за задницу. Ну и что? Домогательств женщин к мужчинам не бывает. Почему? Не знаю, парни же любят, когда женщины их трогают. А если тебе нравится, это не домогательство. Но мне не понравилось. Гриффин, марш сюда. И чтоб пришёл в своей новой форме. Почему только я должен носить джинсовые шорты? Тебе надо провести банкой по шее. Давай! А теперь выметайся, развратник. Ладно, газировку можно взять. Ну ладно. Ура! Питер, это твоя начальница. Я не хочу с ней говорить, она будет домогаться. Да что ты как маленький? Питер не может подойти, он в душе. Мастурбирует на ваш портрет. Ты меня отдай. Не говори, дыши. Меня это заводит. Вот так, Гриффин, дыши, дыши. Я почти кончила. Я люблю кенгуру. Ещё бы. Я завтра принесу тебе футболку с кенгуру. Если ты с ней переспишь, то будешь в её власть. Если нет, ты гей. Выхода нет. Что мне делать? Я могу тебе помочь, Питер. Она будет думать, что занимается сексом с тобой. Какой хитрый план. Ну, уродина. Я не хочу её трогать. Питер, я не буду... Отмена, отмена. Привет, Анжела. Я друг Питера, Глен Куагмир. Спасибо, что позволили зайти. И я бы занялся с вами сексом, но Питер забыл упомянуть, что вы такая корова. Какого чёрта ты пыталась покончить с собой? Да кто тебя просил меня вытаскивать? Оставил бы всё как есть. Я всё равно наложу на себя руки. О чём ты? О том, что мне больше нечего ждать от этой жизни. Неправда. Однажды президентом снова станет белый. Я мечтаю, чтобы хоть один человек решил, что я привлекательна. Неужели это невозможно? Я пришёл тебе врезать, а может ещё и пнуть по груди. Но я буду действовать в другом направлении. Кажется, я знаю, кто тебе идеально подойдёт. Что за чудный цвет помады у вас на зубах? Спасибо. Будете десерт? Вы испекли пирог? Ну, мой пирожок припекает с самого нашего знакомства. Я должен кое в чём признаться. Доктор сказал, что мне осталось жить 24 часа. Боже! Я поклялся провести последний вечер своей жизни с самой прекрасной женщиной в мире. Так и вышло. Увидимся в понедельник, Гриффин. Что? Я этому продавцу накладных усов такое устрою. Ты изменил женя? А вот и нет, со мной был Морт. Боже, я забыл про Морта. Гони мои два доллара. Я тоже как-то раз придумал сценарий. По сути, это челюсти. Но когда парни на катере гоняются за челюстями, они оглядываются, а там совсем большие челюсти. Они объединяются с челюстями, чтобы победить большие челюсти. Я назвал фильм «Большие челюсти». Пьеса не должна быть смешной. Но это драма про отца-одиночку, которая растит четырёхлетнюю дочь. Да. Тут ещё одна загвоздка. Это просто идея. Но нам она понравилась. Ей 18. Что? Это же круто. Отец и дочь вместе в колледже. Кто это? Где бы взяли эту девку? Кстати, мне нужен напарник шимпанзе. Добро пожаловать на первые съёмки нашей новой комедии «Ушколотые». Погодите, пьеса называлась «Что я узнал на Джефферсон Стрит». Это звучало странно. Они ведь теперь живут на Пеннис Стрит. Мы будем жить вместе... ...в одной комнате... ...весь год... ...с моим шимпанзе. Это не мой сценарий, во что вы его превратили. Они хотят снять 22 серии «Ушколотых». Правда? Да. Как тебе такое? Ну, я даже не знаю. Жил-был мужик. Его исключили. Теперь он вернулся. У него дочь. Теперь они вместе в колледже. Ушколотые. Кое-кто пляшет танец мартышки. Мистер Наббис! Ну, как тут удержаться? Автор сценария – Брайан Гриффин. Ты хочешь знать, что я думаю? Ну да. Сукин сын! Это балаган! Я тебя убью! Я разочарована не потому, что вышло плохо, а потому, что ты продался. Ты позволил им изменить свою задумку, потому что не верил в себя. Брайан, мы в восторге от рейтингов. Нам только не нравится, что они низкие. Я написал пьесу, которая мне очень дорога. Вы взяли её и превратили в дешёвый балаган. Всё! Больше я не продамся. Я ухожу. Я тобой горжусь. Ты пошёл к ним и отстоял свои убеждения. Да, и теперь у меня нет сериала. Да кому какое дело? Кроме того, пилот-то выпустили. Не каждый может этим похвастаться. Далее в программе «Большие челюсти». Хватит есть ташкатер челюсти! Я его съем, а потом и вас загрызу. О боже! Что это? Это большие челюсти. Господи, теперь у нас общий враг. Давайте дружить. Со мной сейчас Стивен Хокинг. Единственный известный мне белый, который знает математику лучше меня. Так, эфир кончился. Правда, этот прикол уже устарел. Ай, Дэна, серфинг! Отлично! До встречи, сучка! Я подкинул в конверты с Оскарами фальшивых кандидатов. В номинации «Лучшая мужская роль» представлены Гровер, Блута из «Папайя», Красный парень, Сиська и Дэниэл Дэй Льюис. Все особенные, Питер. Рок-барабанщик Томми Ли! А если твоя жена скажет, что ты не особенный, врежь ей как следует по печени. Спасибо, рок-барабанщик Томми Ли. Институт присяжных – это краеугольный камень демократического общества. Только это разделяет нас и обезьян. Ну, кроме охранников в зоопарке. Чёрт, какие же там сексуальные мартышки. Суд должен знать, нет ли у вас к кому-нибудь предвзятого отношения. Муравьи. Ненавижу их. Что? Да, вы меня правильно поняли. Я антимуравьист, как и мой отец, а до него дед. Так что, если суд будет над муравьём, бросьте это дело. Справедливо судить я не буду. Сэр, мы не судим муравьёв. Взгляни, какие мускулы. Перестань. Это ты у нас скачок. Боже, у меня при взгляде на тебя рот наполняется слюной. Вот так-то. Вы покупаете своим детям до ужаса гомоэротичные игрушки, а потом спрашиваете, в чём дело. Вот именно, твой сын стал геем из-за тебя, приятель. Объясняй это своему богу. Осталось 19 часов до того, как нашу землю поглотит чёрные дыра. Привет, Морт. Раз уж тут конец света, я хотел сказать. Без обид, ладно. Разыграл. Электрошок. Весёлой загробной жизни. Это Монтекор, мой лев. Теперь у меня есть лев. Я на той неделе пошёл в зоопарк и попросил разрешения. Меня послали. Утром я вернулся с дробовиком. И вуаля. Он кусается? Конечно, кусается. Это же лев. Единственное, что мне в этом нравится, сегодня вторник, а по ощущениям, будто пятница. Последний день на Земле – последний шанс. Я найду чёрный квартал и проверю, что будет, если крикнуть то самое слово. Король чёрных. Они меня зауважали. Осталось 30 секунд, и мы благодарим вас, что вы выбрали наш канал в качестве вестника Армагеддона. Меня просто дети бесят. Что? Раз уж мы умрём, я решил честно признаться. С первым апреля! Что? Да вы издеваетесь. Стойте, а что там сейчас папа сказал? Поскольку случилось всего 87 самоубийств, не считая повсеместного мародёрства, мы считаем, что розыгрыш удался. Козлы. Когда Мэг что-то рассказывает, хочется себе мозги вышибить. Стюэй тупо сидит на месте, а Крис оставляет везде украинских мышей. Пошли отсюда! Ладно, ладно, чего орать-то? Пойдём, найдём себе девчину. Как поживают твои школьные друзья? Какое тебе дело? Ты даже не знаешь, что мои друзья. Я знаю, конечно. Шендлер, Фонзи и Ремингтон Стилл. Ты случайно угадал, папа? У тебя месячные? Что? Я просто пытаюсь разделить твои увлечения. Месячные – это не увлечение, это просто происходит. И я ничего не могу поделать. Гадость. Мне остаётся один только способ вернуть вашу любовь. Кто хочет новенький Иксбокс? Ура! О, папа! Господи, ты лучший в мире отец! Папа, ну можно нам тоже поиграть в Иксбокс? Слышь, Ламмер, хватит умирать! Я не Ламмер, я новенький. Ладно, сейчас присяду за... Приседать этой кнопкой. Кто бросил гранату? Идиот! Играть научись, дебил! Зачем тебе вообще ячейка в банке? Неужели ты не можешь зарыть всё во дворе? Кое-что не могу. У тебя там дохлая птица? Зачем тебе она? Хотел отнести её домой и показать Лое, чтобы она мной гордилась. Стюй, успокойся, ты не умеешь им пользоваться. Что, правда? А если я возьму его боком, как чёрный? Да ладно тебе, не горячись. У тебя телефон с собой? Точно! О, нет, он садится. Нельзя тратить звонки впустую. Здравствуйте, отдел мужской дизайнерской одежды, пожалуйста. Две недели назад вы помогли мне выбрать свитер от Тома Брауна. Он сел. Ты потратил наш единственный звонок, чтобы вернуть свитер. От тебя воняет. А я теперь взаперти с тобой с этой вонью, потому что тебе не хватило мозгов позвать на помощь. Было больно. Я люблю тебя. Нет, ну не в смысле, эй, давай устроим вечеринку в трусах, или что там делают взрослые, когда влюбляются. Я имею в виду, что я люблю тебя как друга. В Нью-Хэвине будет семинар, как создать свой сериал в интернете. Похоже, это как раз по моей части. Это из тех курсов, где чеки выписывают сразу на имя учителя? Ты специально, да? Ух ты, Аквамен, ты спас нам жизнь! Это моя работа. Артур Карри! Ты видел Аквамена? Он только что тут был. Вот чёрт, я его упустил. Мы забыли его поблагодарить. Мне почему-то кажется, что он уже знает. Я не рассказывал тебе про эту штуку вон там. Стюй, я физически не могу увидеть, на что ты показываешь. Я пошёл, пока. Тебе же хуже, Брайан. Весьма интересное зрелище. Ладно, свободен, иди. Пойдём, Стюй, пора спать. Найди себе работу. Кость, ты не поверишь, отец Куагмира гей. Что? У него в заднице зажато полное собрание дисков секса в большом городе. Питер, не зачиняй. Это правда. Ну, собрание было, а в остальном я приукрасил. Я женщина в мужском теле, и в Куахоге я планирую сменить пол. Пожалуйста, будь лучше геем. Он хочет стать женщиной, чтобы быть... Лесбиянгой? Нет, спать с мужчинами. Гей. Да, гей. Я же сюда за поддержкой пришёл. Ну ладно, давайте просто согласимся, что он странный. Знаешь, что надо сделать? Включи музыку в 80-х, а потом пускай он каждую пару минут выходит с новым полом, и мы такие... А в пятый или шестой раз мы сделаем так. Как будешь называть своего-свою отца-мать? Заткнись! Я сделала запеканку. Как здорово. Выкини в мусорный бак. Так, неловкое молчание затянулось. Ида, ты скучаешь по члену? Питер! Спасибо, что спросил. А мне ваши одежды нравятся. Спасибо, Мэг. А кто тебе делал операцию? Вы лишились единственного друга в этой комнате, дамочка. Как семинар? Восхитительно. Первый же день Мэя. Брайан. Брайан, я хотела услышать хорошо или плохо? Отец Куагмира, прославленный герой войны, лейтенант-командер Дэн Куагмир, стал женщиной. Надо же, и как его теперь называть? По-прежнему Дэн? Нет, имя мне, кстати, не понравилось. А что там, Даниэль, Дана? Нет, Ида. Я с ней переспал! Что? Я переспал с ней в Мэриоте! Зачем? Я не знал! Я не знал, что это она! О, Боже! Как такое может быть? Они должны предупреждать! Я кое-кого встретила. Что, правда? Господи, Глэн, просто чудо. Я вне себя от счастья. Как его зовут? Нет! А теперь ляг и сдохни, дерьма-кусок! Эй! Эй! Твоего папу. Всё началось вполне невинно. Моя жена дура показала мне какой-то тупой буклет. Вот туда мы и поедем на выходных. Меня выгнали за нехорошие слова! О, Господи! Директор хочет с вами встретиться. Мы пойдём? Это похоже на ловушку. Когмир, Крис отстранили от занятий за то, что ты рассказал ему пошлую шутку. Ёлки, прости. Хочешь, чтобы я с ним поговорил? Нет. Вообще-то я хотел, чтобы ты рассказал мне эту шутку. О, Боже, я обделался! Это так смешно, когда происходит не с тобой. Ну так если подумать, шутка-то довольно смешная. Твоя вагина в раковине. Чёрт! Он обделывается каждый раз, как услышит эту шутку. Да, действительно, к чему бы это? Убирайся, Когмир, я только что надел чистые штаны. Кто мне пишет? Чёрт! Ребята, прекратите, вы портите всю мою одежду. Да, Когмир, он заснул. Питер, ты обделал всю кровать. Это мои штаны. Вот именно. Я пришёл послушать, нет ли у тебя каких анекдотов. Я люблю шутки. Не знаю. Пошутить хочется, но мне нравятся эти штаны. Мы отправимся в путь, чтобы найти источник всех пошлых шуток в мире. Кто со мной? Я с тобой. К чёрту всё, я тоже. Оказалось, что у шутки весьма долгая история. Брюс услышал её от Консуэлы. Консуэла от мэра Веста. Весту рассказал доктор Хартман. Хартману Анжела. Анжели Опи. Опи узнал от Герберта. Герберт от Тома Такера. Такеру рассказал Бендер из Футурамы. Что странно и непонятно зачем. Бендеру рассказал Элл Харрингтон, а ему группа Рио Спидвегон. Где вы услышали эту шутку? Я её помню, мне рассказал вон тот парень. Кливленд? Привет, ребята! Офигеть! Мы же вас, кажется, с самой свадьбы не видели. Всё ещё жду подарка. Выступление было подарком. Она какую-то чушь несёт. Мы очень вам рады. Знаешь, Кливленд, спрятал бы ты от своих детей фломастеры. Кто-то размалевал твоего Иисуса. Кто-то размалевал твою задницу и избытком задницы, журдей. Зачем кому-то пытаться нас убить? Разумно предположить, что кто-то не хочет, чтобы мы нашли источник этой шутки. Ого! Я про эти памятники в школе читал. Это монумент Вашингтона. А это монумент Обамы. Где ты услышал пошлый анекдот, который рассказывал Кливленду? Это... Это не ваше дело! Отстаньте от меня! Не дайте ему уйти! Его нигде не видно. Может, они его видели. Простите, вы видели? Погодите, я вообще-то... Стойте. Секундочку. Приятель, хватит говорить одновременно со мной. Ну всё, напросился. Кливленд, бей Кливленда. Джо, на тебе, Джо. Куагмир, на тебе Куагмир, а я займусь жирным болтуном. Я настоятель. Настоятель чего? Настоятель Тайного Ордена Писателей Пошлых Шутеров. Это кто, Стивен Хокинг? А домохозяйка говорит сантехнику, «Хорошо, что ты прочистил мне трубы, а теперь займись раковиной, наконец-то». А вон там Билл Гейтс. А может быть, какая-нибудь шутка про то, как бобёр ездятла? Здесь сидят лучшие умы человечества. Что-то женщин не густо. Да, не густо. Таким образом, можно отправлять шутки туда, где в них нуждаются. У нас свидетель на свадьбе пытается сказать тост, но только мямлик. Прошу разрешения на доступ к файлу невеста шлюха, сэр. Разрешаю. В общем, если бы Шейла была дорожным знаком, это был бы знак «Тоннель». Это было великолепное приключение. И здорово, что с нами снова был Кливленд. Он ничуть не изменился, ни разу не оплатил чек. Если вы досмотрели это до конца, то заслуживаете награды. Поэтому вот вам кадры, как чешется обезьяна. Ох, не терпится встретить бывших одноклассников. Будет так весело, правда, Питер? Ну, конечно. Просто праздник торчать в толпе незнакомых людей. Лучше бы я остался дома и смотрел, как растёт трава. Ну, давай, давай. Привет. Привет, Жо. Чёрт. Слушай, я просто не хочу встретиться с каким-нибудь твоим бывшим. Вот и всё. Кстати, о бывших. Кое-кто здесь. Если он при мне что-то себе позволит, я его пинаю по я... Гинни. Вы что, вдвоём, ну, знакомили своих мультяшных японских обезьянок? Моя жена отжигала с другой тёлкой? Боже, спасибо тебе. Не за что, Питер. Бог. Я хочу вам с мужем кое-что предложить. Боже. Я сплю. Это всё сон. Я просто хотела, чтобы вы кое в чём поучаствовали. Нет, я точно сплю. Ну, раз уж это сон, можно и штаны обмочить. У меня будет секс втроём. Это же круче, чем с русалкой. Где она? Ищи дальше. Я не могу найти. Ищи дальше. Там только рыбий хвост. Нашёл. Это не то. Поздно. Давайте, валите уже. Питер, не будет у тебя никакого секса втроём. Лоис вообще не нравится женщине. Она только один раз в колледже попробовала с некой Наоми. Вот Наоми и придёт. Можно остаться, можно! Ты просто прелесть. Я тебя второй обработаю. Что? Привет, Наоми. Ты купила трусы на разрыв, как я просил. Я не получала сообщений. Ладно. Не знаю зачем, но я это сделаю. Это мой муж Дэйл. Дэйл, ну ладно. Но тебя в последнюю очередь. Ладно, у нас мало времени. Начинаем оргию или как? Что? У нас мало времени. Начинаем оргию или как? Мы пришли, чтобы попросить тебя стать суррогатной матерью. О, боже. Что? Ладно, Питер, я не знаю, что ты задумал, но ты мой лучший друг и наверняка бы сделал для меня тоже. У тебя от беременности крыша едет. Мам, я не могу найти свою куртку. Питер, сними этот пояс, от пряжки несет кислотой. Я могу. Да что ты, Мэг. Твоему телу и так досталось, когда ты рожала с Тьюи. Что? Я пошутила. У тебя же ни один парень больше двух недель не продержался. Неправда. Помнишь, я встречалась с графом? Один сазок. Два сазка. Три саз. Ух ты, блин, пойду-ка я отсюда. Процедуру будут проводить стрелки из южноамериканского племени Хавитас. Погодите, я не хочу, чтобы они стреляли по моей вагине. Ну, можете им об этом сказать, если знаете язык Хавитас. Лоис на что-то пописала. Брайан, ты заметил? Да. Сработало. Я беременна. Надо что-то делать, причем немедленно. О чем ты? Что ты сделаешь? Абсолютно ничего, Брайан. В наше время дом – опасное место для женщины. Скользкие ступеньки, старая проводка, геи, полтергейсты. Бу, ужасный костюм. Я нанял черных брейк-дансеров. Из 80-х поплясать у тебя на животе. Питер, перестань. О нет, Лоис, это черные из 90-х. Они из 80-х. Бегите! Мы пришли списать для детей. Бегите, черные из 80-х. Вам не одолеет черных из 90-х. Лоис, спорим? Я выпью больше хлорки. Так, слушай, Питер, прекрати. Ты станешь толстый и ворчливый. У тебя вырастет грудь и прекратятся месячные. Хотя, Стоп, я разве против? Нет, нет. Нет, я против. Ужасная автокатастрофа на 95-й трассе. Восемь раненых и двое погибших. По прибытии в больницу скончались Наоми и Дейл Робинсон. О, Боже! Ты подумываешь об аборте. Но прежде вспомни, что наука доказала, уже через пару часов после зачатия человеческий плод начинает копить на колледж и мастерит маме первую открытку из блесток и макарон. Сколько еще полноценных человеческих жизней оборвал аборт? Парень, который убил бы Гитлера. Держи, Швайнхунд. Любящий Америку брат Осамы Бен Ладена. Я бы его отговорил. Спасибо за 11 сентября, сторонники абортов. Аборт – это не только убийство, но также хищение, переход дороги в неположенном месте и мошенничество. Вы все еще хотите сделать аборт? Нет, нет, не хочу. Вам есть чем гордиться. Я горжусь сильнее, чем когда был павлином. Гриффин, ты отлично справился со счетом Андерсона. Отныне в этом доме запрещено мастурбировать. Что? Почему? Потому что мастурбация – это аборт. Ты готов пойти в приют, взять там ребенка и заботиться о нем? Нет, Лоис, я озабочусь о нерожденных. Как только они вылезут, могут идти лесом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова